МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как в России под прикрытием нужд СВО обдирают простой народ? Сколько сотен миллиардов Кремлю придется насобирать на восстановление Украины? И кто в Минобороны богатеет, устраивая за ваш счет пляски на костях? В эфире программа «Ваши деньги». Я Сергей Мальнев. Приветствую и начинаем. Сотни тысяч российских семей из-за войны пришло горе. Сотни тысяч покалеченных русских военных обречены на страдания, а в Минобороны вечный праздник. Причем устраивает его с песнями, плясками и фейерверками родня главкома сухопутных войск. Как он зарабатывает на организации праздников в армии? Циничная растрата и воровство ваших денег. Фактически пир во время чумы. Про это наш первый сюжет. Это главнокомандующий с сухопутными войсками Российской Федерации генерал Олег Солюков. В кресле командующего Солюков сидит уже 9 лет. И все 9 лет он руководит любимым праздником российских лжепатриотов. Парадом на 9 мая. В этом году самому многочисленному виду российских вооруженных сил исполняется 472 года. Солюков – непростой военный преступник, который в ответе за выжженную украинскую землю. Ему война и агрессивные настроения в российском обществе и в Кремле выгодны, как никому другому. Ведь на этом зарабатывает его семья. Расследование журналистов BBC показало, что жена генеральского сына, то есть невестка главнокомандующего Дина Солюкова и по совместительству генеральный директор креативного агентства HQ Agency, зарабатывает на якобы патриотических акциях, используя свои связи. Снимаются для разных, опять-таки, государственных заказчиков организации больших торжеств. Так. В первую очередь по линии Минобороны. Когда у тебя в родственниках главком сухопутных войск, у тебя есть в бесплатном доступе парк «Патриот», там, не знаю, все эти оркестры военные, которые выступают на всех этих праздниках, ты начинаешь его использовать для организации, там, не знаю, патриотических мероприятий. Война идет, надо же постоянно проводить патриотические мероприятия. В том, что ей доступны ресурсы Минобороны, Дина Солюкова призналась в телефонном разговоре журналисту, который представился заинтересованным в услугах ивентагентства региональным чиновникам. Дина уточнила, что именно ее команда организовывала празднование Дня сухопутных войск в Москве. Девушка объяснила, что не все милитари-акции, устроенные ее компанией, представлены в портфолио. Патриотику не всегда хотят показывать. Мы с Министерством обороны очень близки. Я бы даже сказала, слишком близки. В том, насколько хорошо работает, Дина убеждает клиентов с помощью грамот от Минобороны. Такие у нее есть от Шойгу и от любимого свекра. В московском парке «Патриот», который принадлежит Минобороны, генеральская невестка устраивает праздники и для госучреждения автомобильной дороги. Там же Дина работает с заместителем начальника управления по связям с общественностью. Неплохо устроен и сын главнокомандующего – Дмитрий. Он заместитель префекта северо-западного административного округа Москвы. Он курирует гаражное строительство. Что такое гаражное строительство в Москве? В Москве, как мы помним, огромное количество в то время было настроено гаражей. Сейчас принята большая программа по сносу этих гаражей. В чем история? Переезжают власти, говорят о том, что гаражи здесь не нужны. Все это потихонечку сносится. Потом эти кусочки земли, а в Москве мы понимаем, сколько стоит земля, продаются девелоперам. И на этом месте строится новая элитная недвижимость. Дмитрий Солюков занимается тихой, но очень денег не работает. В декларации о доходах сын генерала Дмитрий Солюков за 2021 год вписал 4 жилых дома площадью более 1000 квадратных метров и 5 земельных участков. В самой российской столице официально у молодых Солюковых 2 квартиры – 95 и 85 квадратных метров. Зарабатывая на российской пропаганде войны и псевдопатриотизме, отдыхать дети российского генерала все же предпочитают вдалеке от токсичной родины. В соцсети генеральской невестки, организаторше ура патриотических праздников, множество фото из отпуска в Европе. Очевидно, и отдых, и будни сына российского генерала совсем не похожи на то, как проходит жизнь сотен тысяч российских мобилизованных, которых главнокомандующий кидает против защитников Украины. Армия мародеров. Такую славу российские военные заслужили с первых же дней полномасштабного вторжения в Украину, когда они обносили дома на оккупированных территориях, вывозили ковры, стиралки и унитазы. Однако все это мелочь по сравнению с мародерством России на межгосударственном уровне. Более тысячи украинских компаний, заводов и предприятий фактически украли оккупанты. Что происходит на этих объектах сейчас, пока еще не все украинские территории деоккупированы? Показываем. Мародерство и кражи привычны для россиян. Если в начале полномасштабного вторжения российские оккупанты воровали стиральные машины и кроссовки, то спустя год после начала полномасштабного вторжения России в Украину террористы начали делить между собой украинский бизнес. На временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины агрохолдинги, заводы и горнодобывающие предприятия начали массово переводить под контроль россиян. Компании, которые расположены в Мелитополе, Бердянске, Мариуполе, Лисичанске и Северодонецке, оккупанты перерегистрировали на российские юрлица. Глубина понятия ни кражи, ни рейдерства, она не позволяет очертить всю сложность и всю общественную опасность непосредственно преступлений. Я не знаю даже, какое понятие подобрать для того, чтобы оно в полной мере, вот эту всю темноту, которую несет в себя оккупация, очертило. Одними из украденных предприятий стали заводы сельхозтехники Гидросила Групп, которые расположены в Запорожской области. 3 июня 2022 года оккупанты вывели местную охрану и объявили о смене руководства. На следующий день украинские владельцы заявили о потере контроля над своими предприятиями. Через пару месяцев кремлевские СМИ объявили о возобновлении поставок Гидросилы в Российскую Федерацию, а Служба безопасности Украины выявила, что на заводах изготавливается техника для российских оборонных предприятий. На армию оккупантов теперь работает и украинский завод «Бердянские жатки». Если раньше на предприятии выпускали сельхозинструменты, то теперь изготавливают противотанковые ежи и буржуйки. Самое циничное то, что все это воровство пропагандистские СМИ называют спасением. Нелучшая участь постигла такматский гранитный карьер в Запорожской области, крупнейшего производителя щебня в регионе. В июне российские террористы вошли на территорию предприятия. Уже в ноябре прошлого года карьер появился в российском реестре юридических лиц с новым учредителем Сергеем Агеевым, который награжден медалью за защиту Крыма и внесен в реестр миротворец за участие в аннексии полуострова. Не для украинцев, а для террористов теперь работает украденный Мелитопольский молокозавод. В конце ноября предприятие начало поставлять продукцию в так называемые ДНР, ЛНМ и временно оккупированный Крым, а также Краснодарский край. Помимо перерегистрации, россияне занимаются и разборкой заводов. Такая судьба выпала предприятию по изготовлению посуды «Биол» в Мелитополе. Похожая история произошла с Мелитопольским заводом автотракторных запчастей, разворованным оккупантами предприятием, теперь руководит российский бизнесмен. Государство может вмешаться путем регистрации уголовного производства. Происходит факт фиксации, факт фиксации незаконного действия. В принципе, в последующем, по мере того, как будет происходить деоккупация, будет осуществляться и, скажем, сбор доказательств. Более извращенная участь постигла Мелитопольский мясокомбинат. По информации Главного управления разведки, оккупанты превратили предприятие в морг для хранения погибших российских солдат. Среди украденных россиянами предприятий 247 ресторанов, 174 магазина, 48 складских помещений, 13 объектов телекоммуникации, 86 офисов, 65 строительных компаний, 77 сельскохозяйственных и 175 промышленных объектов. Всего за год поломасштабного вторжения на оккупированных Российской Федерацией территориях Украины россияне отжали по меньшей мере 1150 компаний. Все то, что касается бизнеса и все то, что касается товаропроизводителей, они предоставляют первичные документы о стоимости актива и его принадлежности к ним непосредственно. Один из пунктов условий прекращения войны, ее завершения является компенсация. Компенсация вреда причиненному как государству, так и непосредственно частному сектору. Кровавая война, которую начал Путин и его соратники против Украины, полна ужасов. Украинский народ каждый день теряет свое имущество, жилье, деньги, бизнес и близких людей. Наказание за все преступления, которые совершают российские оккупанты в Украине, близко. Российский народ еще много поколений будет расплачиваться за всю ту боль, которую причинила избранная ими путинская власть. Обворовывает российская власть не только украинцев, отжимая их бизнесы, но и, собственно, россиян. Все чаще и все больше простых людей заставляют скидываться деньгами на войну. При этом нередко ваши деньги, отжатые якобы для помощи военным или волонтерам, в результате оказываются в карманах, например, депутатов Единой России. Про самые вопиющие случаи такого мародерства. Далее. Отобрать последнее у обнищавших россиян во имя войны. Так работает псевдоблаготворительность в стране-агрессоре. Продукты длительного хранения. Денег мы собрали 120 тысяч. Деньги на захватническую войну против Украины. Вещи, продукты и средства гигиены для оккупантов в России повсеместно собирают с использованием админресурса. С подачи руководителей предприятий, госучреждений, школ. Это скорее соответствующие аспекты давления на граждан с целью включить граждан в эту всю историю. От этих же людей требуют какого-то волонтерства, но опять-таки по разнарядке и по спискам. Даже в России, зная о активности украинских волонтеров, естественно, что из пропагандистских соображений нужно давать для этого какой-то ответ. Поскольку базисный тезис российской пропаганды, что это некая священная народная война, что ее ведет весь народ для того, чтобы противостоять Западу, Соединенным Штатам, НАТО и тому подобное, ну и нужно опять-таки эту народную активность показывать. Так, Мордовский госуниверситет собирает 200 тысяч рублей с преподавателей и студентов на помощь российским военным. Деньги предлагается перевести на карту члену партии «Единая Россия» и депутату госсобрания Натальи Андрюшечкиной. Она же помощник ректора, а значит, может прямо влиять на студентов и преподавателей. Сбор, судя по всему, идет вяло, потому администрация подстегивает сотрудников и студентов. А в одной из школ города Чита родители и учителей попросили скинуться на инвалидные коляски, ходунки и средства гигиены для российских захватчиков. И хоть к СМИ пишут, что инициатором сбора был волонтерский отряд школы, администрация учебного заведения не скрывает. Каждому классу выставили конкретную сумму для псевдоблаготворительности. Мы обратились к нашим родителям в родительские чаты, решили, что по две тысячи мы сложимся с класса и по 500 рублей от классного руководителя. Буквально за неделю мы собрали эти деньги. Даже в самых бедных регионах России администрация пытается оббирать россиян. Так глава Баргузинского района Бурятии Михаил Мишурин попросил жителей района сдавать поддержанные авто для оккупантов, объяснив, что на закупку машин в бюджете денег нет. Желающих расстаться со своей машиной в пользу войны так и не нашлось. Но, кажется, российские власти не унывают. Сбор помощи организовали даже в исправительном центре в Ульяновской области. Осужденные к принудительным работам собрали продукты питания, предметы личной гигиены для российских солдат. Там не скрывают, акт благотворительности прошел при содействии администрации. И это зачастую главная черта всех волонтерских акций в России. Отмечают и следователи, и многие представители российской оппозиции общество атомизированное. С очень слабыми институтами гражданского общества. Рассчитывать такой ситуации на какое-то развитое волонтерство не приходится. Похоже, что представители разных органов власти получают разнарядки на благотворительность. Но реальная цель, настаивают эксперты, это не помощь российским военным. Ведь псевдоволонтерство в России на самом деле не закрывает никаких потребностей российских солдат. То, что они сбирают с гулькин нос, ну вообще ничего, вообще ни о чем. Это даже не один процент в финансировании армии. Настоящая цель волонтерских акций в поддержку российской армии пропагандистская. А еще довольно циничная. Измазать кровью всех россиян. С тем, чтобы, скажем так, сделать максимальное число граждан России соучастниками преступлений режима Путина. Чтобы потом они все ощущали свою, то, что они тоже к этому имеют отношение. Ну и, соответственно, оправдывали Путина, оправдывая как бы себя самих. В своих платежках за коммуналку многие россияне заметили. Тарифы повышают чуть ли не ежемесячно. Показательным в этом плане является Новосибирский регион. Бюджет там опустел. На войну спустили как минимум 4 миллиарда рублей. И где же еще родине взять деньги на кровопролитие, как не забрать их у простых людей? Американский журнал Forbes подсчитал, во сколько Российской Федерации обходится война в Украине. По оценкам Forbes, Россия потратила на войну 114,4 миллиарда долларов в год. Около 10 миллиардов в месяц. Это треть всех доходов российского бюджета за 2021 год. И эта астрономическая сумма включает лишь непосредственные расходы на войну. И не учитывает потери, понесенные Россией от санкций и экономической изоляции. Дороже всего федеральному бюджету обошлось обеспечение войска. Около 36 миллиардов долларов за год войны. Зарплата военных 24,7 миллиарда долларов. А сумма компенсации, которую правительство Российской Федерации должно выплатить погибшим и раненым, даже превышает сумму зарплат 29 миллиардов 100 миллионов долларов. Семья каждого убитого россиянина, а таковых на 23 февраля 2023 года было 145 тысяч человек, должны выплатить компенсацию в 7 миллионов 400 тысяч рублей. Это примерно 110 тысяч долларов. Общая сумма 1 триллион рублей. Раненые получают 3 миллиона рублей. Но количество тяжелораненых обычно вдвое больше, чем убитых. То есть затраты на эту статью не намного меньше. Это в стране, где, согласно официальным данным Росстата, за чертой бедности в 13 тысяч 688 рублей живет каждый десятый житель. Численность населения с доходами ниже границы бедности в третьем квартале 2022 года составила 15,3 миллиона человек, или 10,5 процента жителей страны. И, согласно информации газеты «Комсомольская правда», каждый десятый россиянин ходит в туалет во дворе. Каждый десятый россиянин не имеет дома туалета, а каждый четвертый – канализации. Начав войну, Владимир Путин нанес экономике России нокаут. Но невозмутимо продолжает говорить об успехах и победах. Вот, например, как на этом видео, записанном два месяца назад. Сегодня состоялась рабочая видеоконференция губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с президентом России Владимиром Путиным. Новосибирская область у нас по многим показателям в лидерах. Все параметры весьма достойные, удовлетворительные. На что вы сами хотели бы обратить внимание, Андрей Александрович? А вот один из достойных параметров от Министерства финансов Новосибирской области. Эта информация появилась в группе «Любить Новосибирск». Министерство финансов Новосибирской области ищет 6 миллиардов рублей для погашения своих долгов. Деньги нужны на финансирование дефицита областного бюджета и погашение госдолга региона. А откуда возникли долги? В прошлом году Новосибирская область выделила на цели СВО 4,2 миллиарда рублей. За этой суммой скрываются более 100 социальных и инфраструктурных объектов, а также жилых домов в подшефном нам Беловодском районе и городе Мариуполе. Также помощь вооруженным силам в развертывании с нуля трех военных городков на территории области и создание условий для эффективного боевого слаживания нескольких полков, сформированных из жителей пяти регионов Сибири. Но, конечно, в Новосибирской области не осталось проблем. И теперь деньги можно тратить на вооружение новосибирцев, которые едут захватывать далекую Украину. А потом на восстановление разбомбленного жилья. А вот еще один бонус, который отсняли в новосибирском аэропорту Толмачева. Это 100 свежих гробов, которые привезли в Новосибирск из Украины. Короче, вот так вот. Пока губернатор Новосибирской области ищет, где занять 6 миллиардов рублей, посмотрим, какими еще достижениями гордится область. В той же группе «Любить Новосибирск». Прошел второй митинг против роста тарифов на ЖКХ. По телефону митингующих поприветствовал независимый депутат Сергей Бойко. Из-за уголовного преследования он находится за пределами страны. Сергей сказал, что плата за высокие тарифы – это дань, сами знаете кому. По итогам второго митинга направлена петиция за отмену роста цен на ЖКХ в прокуратуру Российской Федерации. В теплотрассах Новосибирска все больше дыр. Теплотрассы Новосибирска стали чаще ломаться на 22%, чем в прошлый отопительный сезон. За осень и зиму 2022-2023 года специалисты обнаружили 2128 повреждений на теплосетях. Речка, протекающая по области, стала еще чище. Обь в Новосибирской области признана самой грязной рекой России. Допустимая концентрация нефтепродуктов в реке превышает допустимое значение в 10 раз. А вот новости общественной жизни. Журналисту и общественнику из Краснообска Новосибирской области после вопросов про благоустройство родного города вручили повестку военкомат. Так, вот я пришел на публичное слушание, и мне тут же вручили повестку, потому что я задал вопрос. Мне удобно тут же... Для упражнения, да, воинского учета, начальник военного учетного стола, уважаемого офицеру Котельникову Валерию Александровичу вручает повестку. Хорошо. Видимо, городские власти мечтают, чтобы Котельников вернулся в их город в таком же ящике. Тогда он точно не сможет больше задавать неудобные вопросы. Вообще, люди, которые задают вопросы, это отдельная боль российской власти. Чтобы такие умники, задающие вопросы во власть, не попадали, в Новосибирске отменили прямые выборы мэра. Вот эта связь между властью и жителями города разрывается. Жители отстраняют. Они говорят, вы нам не нужны. Мы будем сами тут все решать. Теперь кандидатуру мэра будут утверждать депутаты горсовета. Теперь гораздо спокойнее. Теперь точно не выберут кого-то не того. При этом, если мы посмотрим официальные протоколы избирательной комиссии, то мы увидим, что мэра выбирала 120 с небольшим тысяч жителей города, а депутатов всего 105. Слава богу, сам губернатор области Травников вопросов не задает. Просто тратит народные деньги на вооружение и отправку новосибирцев в Украину. Вот что значит «выбрали губернатором правильного человека». Владимир Думовский помнит эти выборы 2018 года. Новосибирцам тогда прислали кандидата с другого региона. Видимо, в области правильного человека не нашлось. Но система уже давно обкатана и в очередной раз показала, что успешно работает. Явка была в районе 25%. В основном голосовали деревни Новосибирской области. Плюс были массовые зафиксированы подвозы бюджетников, военнослужащих, учащихся в вузах, работников школ и такой ядерный электорат «Единой России». Они все дружненько проголосовали. И Травников тогда победил, по-моему, у него результат был 65,5%, что ли, это процентов. То есть, ну, это такая стандартная схема. «Единая Россия» любит это число. Ни в коем случае не меньше 65%. Так что теперь с легкой руки правильного губернатора новосибирцам остается занимать деньги, ехать на войну и возвращаться обратно. Впрочем, даже нынешние поборы россиянам покажутся детской забавой после того, как поражение путинского режима будет оформлено окончательно, официально, и России придется платить компенсации для восстановления Украины. Во сколько сотен миллиардов обойдется расплата за войну, и как РФ будет отдавать эти деньги? Важные данные в нашем сюжете. Путин вынуждает россиян собирать последние копейки для того, чтобы платить за свою войну. Но после того, как она закончится, естественно, победой Украины. Те же самые россияне будут собирать уже на восстановление Украины после войны. Идеальных ситуаций никогда не бывает. Идеальные ситуации только в планах, на бумаге. На сегодня Всемирный банк оценивает ущерб Украине в результате вторжения России в 411 миллиардов долларов. И все прекрасно понимают, кто будет за это платить. Здесь очень важно будет, чтобы в первую очередь, вот компенсация Украине всех этих разрушений, которые были осуществлены государством в России, была сделана за счет как государственных денег, так и денег физических и юридических лиц, пусть и частных, которые так либо иначе связаны с российским государством. Первый вариант – признать вторжение и начать добровольно выплачивать репарации. Это кажется невозможным. Однако никто с России не собирается снимать санкции до тех пор, пока она как минимум этого не сделает. Но многие уверены, что только добровольными репарациями РФ не отделается. Я не исключаю, что может быть даже денекреоризация России. То есть, чтобы Россия вернулась к нормальной экономической жизни, она должна быть не только сменить действующее руководство, не только прекратить войну в Украине, не только вернуть территории. В Украине мы понимаем то, что захвачено с 2014 года, Грузии то, что было в 2008 году, в Молдавии, вовсе Пренестровье, которая сначала независимостью Молдавы была, но и, возможно, допустим, те же северные территории, но те помню. Еще месяц назад было невозможно представить, что кто-то выдаст ордер на арест Путина. Однако сегодня это его новая реальность, и он вынужден трусливо сидеть в бункере. Точно так же международное сообщество должно найти рычаги давления и на Россию, чтобы поставить ее в пример другим государствам. Об этом рассказывает Лоуренс Трайп, профессор конституционного права Гарвардского университета. Изъятие миллиардов долларов является гораздо более значимым в качестве сдерживающего фактора или наказания. Любая страна в мире должна понимать о том, что если она пойдет по стопам России и сделает то, что сделала Россия, последствия будут такие же разрушительные, разрушительные, как они должны быть сейчас для России. Рано или поздно, когда Россия захочет вернуться в мировую экономику, ей придется согласиться компенсировать ущерб Украине. Альтернатива этому – статус изгоя и экономическая изоляция. Но на самом деле никто особо не ожидает от путинского государства добровольного согласия. Сегодня прорабатываются механизмы передачи конфискованных российских активов Украине. 300 миллиардов долларов замороженных активов Центрального банка. По поводу этих денег мы хотим, это страна наша, Украина, чтобы эти замороженные активы пошли на восстановление нашей экономики. Как уверяют экономисты, решение данной проблемы – это лишь вопрос времени. Достаточно обратиться в суд и на основе его решения забрать деньги на восстановление. Этот суд, очевидно, признает Россию агрессором и вынесет решение, что Украина есть право получить с России столько-то сотен миллиардов долларов. И действительно, счет идет на сотни миллиардов долларов, как вы правильно сказали. Так вот, с этим исполнительным листом Украина придет к Путину и скажет, ваша очередь платить. Путин скажет, извините, я не буду платить. Тогда Украина скажет, мы пойдем арестовывать ваши активы. Активы Центрального банка, вот они. Да, вот. И их будет легко отобрать. А, то есть этим исполнительным листом Украина сможет забрать активы Центрального банка. До вторжения подобный процесс мог бы занять и 10 лет. Но сегодня, по мнению экономиста, все важные для украинского народа решения принимаются в крайне сжатые сроки. Нам сейчас дают оружие, о котором в начале войны говорили даже не думать о том. То есть сейчас мы на той точке, в которой мы получаем танки, я вспоминаю историю, когда нам говорили, что да нет, а какие танки быть не может. Сейчас уже самолеты находятся в точке, когда нам говорят нет, не дать не можем, но я думаю, что 10-10 месяцев у нас шрифут. С каждым месяцем европейские государства выявляют все больше и больше скрытых российских активов. И скоро будут введены штрафы для тех компаний, которые помогают скрывать санкционные деньги. Активно обсуждается введение даже штрафных санкций для европейских компаний и физических лиц, которые, скажем, уклоняются от выявления российских активов, которые находятся у них на счетах. В частности, для физических лиц эта сумма предполагалась установить в размере 50 тысяч евро, а для юридического лица 10% с оборотом. Но одних золотовалютных резервов будет недостаточно. Они не покроют весь нанесенный ущерб. Потому в том числе и российские олигархи из собственного кармана будут платить Украине. Допустим, Роман Аркадьевич Абрамович, если установят, что он заработал какие-то деньги благодаря, скажем так, контактам с российской властью, соответственно, его активы оказываются под вопросом, и они могут стать базой компенсации украинцев. И прецедент уже есть. Почти 5,5 миллионов долларов, конфискованные у российского миллиардера Константина Малафеева, передадут Украине на восстановление. Об этом рассказал генпрокурор США Мэрик Гарланд. С моей санкцией конфискованные средства будут переведены в государственный департамент для поддержки народа Украины. Хочется россиянам того или нет, платить придется. Путин собирался войти в историю, стать таким себе завоевателем 21 века, увеличившим свое государство. А по факту он обрек свой народ на бедность и лично стал одним из самых ненавидимых людей в мире. Это была программа «Ваши деньги». Показываем правду про то, как преступный режим Путина делает всех россиян беднее. Спасибо, что смотрите нас. Встречаемся, как всегда, в эфире во вторник и в пятницу в 16.30 только на телеканале «Фридом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...